Друзья, всем привет! Добро пожаловать на мой канал, меня зовут Даша. Это будет очень милое видео, где я сошью игрушку впервые в жизни в стиле Тедди. Я немножко волнуюсь, потому что я не верю в свой успех. Я в предыдущий раз сшила игрушку в стиле Сканди. Она такая более простая, без каркаса, без опилок, с синтепоном набивная. Я тут где-то прикреплю видео, где я сшила эту игрушку и подарила ее потом дочке на двухлетие. Сейчас я хочу сшить еще одну игрушку. Давайте я буду потихонечку распаковывать посылку. Она мне пришла от проверенного уже сайта Меодола. Люблю этот сайт, там потрясающий выбор. Уже готовый набор, который можно не только самим для себя купить, себе лично и порадоваться. Ой, себе в подарок можно купить, порукодельничать. Можно купить, чтобы сшить и подарить кому-то, да, уже готовую, например, игрушку. А можно и набор подарить. Там разные, на самом деле, сложности. И как бы можно подобрать даже минимальную какую-то сложность. Ну, даже дети, например, с какими-то вариантами игрушек справятся. Ой, очень хорошо все упаковано. Я знаю точно, что такие игрушки идут еще в коробочках или некоторые даже в сундучках. У меня тут один вариант с сундучком, другой в коробочке. Как раз вам покажу. И сразу такие наборы можно и подарить. Очень красиво выглядит. Так, вот у меня два таких вот набора. И это два набора как раз-таки из коллекции Тедди. В этот раз я именно захотела Тедди коллекцию. Мне очень сильно понравился вот этот вот Мишка. Он прям, знаете, такой, ну, практически классический Тедди. Изначально же Тедди это Мишка. И мне захотелось тоже вот Мишку. Но мне еще также очень понравился вот этот слоненок. Винтажная игрушка. С подвижным шплинтовым креплением лап и головы. По Тедди технологии. В качестве наполнителя используется древесная стружка. И тут, и там. Давайте будем распаковывать. Не знаю даже с какой начать. Хочу показать вам наполнение. В комплекте каждому набору идет и лекало, и вся необходимая ткань и фурнитура. То есть вам не нужно и нитки в том числе. Вам не нужно вообще ничего докупать. Здесь все-все предусмотрено. Просто берете и шьете. Мишка 21 сантиметр высотой. Вот все наполнение для того, чтобы сшить игрушку. Начнем, пожалуй, с низа. Это опилки для того, чтобы набить игрушку. В прошлый раз, когда я сшила игрушку синтепона, у меня ушло даже меньше. То есть еще что-то осталось. Также здесь идет вот такая книжка. Здесь лекала и инструкция к пошиву. Буклет еще вот такой. Общая инструкция ко всем наборам. Здесь лекала в полный размер. Их можно, кстати, сразу вырезать. Не надо переносить ни на какую там кальку. Потому что они идут вот на белом листе. Можно сохранить, например, с каких-то других материалов. Тоже попробовать что-то сшить. Может быть, из остатков каких-то тканей. Получится вот такая вот девчонка. Основная ткань это вот такой вот мех. Очень приятный. Ой, такой прям мелкий. Приятный мех. Имеет ткань направленный ворс. Соответственно, нужно кроить все в одном направлении. Но мы с вами еще поговорим об этом во время пошива. Такой вот очень приятный мех. Не толстый. То есть можно и вручную, если что, шить. Немножко прям тянется совершенно. Чуть-чуть. Также вот такая ткань. Прям очень легкая. Эта ткань у нас пойдет на оформление платьишка. И вот этой вот повязочки. Ткань стопроцентный хлопок. Также идет в комплекте трикотаж. Кусочек. Это трикотаж лапша. Крупная вот такая достаточно. Она нам понадобится для оформления снуда. А еще вот штанишки. Если видно, тут тоже будут штанишки трикотажные. И вот здесь также идет иголочка в комплекте. Даже иголку не нужно покупать. Все есть. И кусочек кожи. Ой, такая вот симпатичная прям плотненькая кожа. Она не тянется. Она такая фактурная. С изнанки вот так выглядит. Достаточно такая плотненькая. Интересно, прошьет ли ее машинка. Посмотрим. Или придется вручную шить. В общем, будем из нее шить вот такие ботиночки. Так, вот это идет утяжелитель. Грануляр, так понимаю, шарики. И вот это, это крепление. Как раз таки ножек, ручек, штифты. И вот такие вот кругляшки. Обязательно также идут нитки для пошива в тон сразу. Кстати, два разных тона. То есть, наверное, для платья и для основного меха. Нитки гамма. Это глазки. Такие вот. Ага. Вот этот кусочек. Это у нас, наверное, для сумочки. Наверное, вот этот ремень. И сумочка еще тоже будет из кожи сделана. Не заметил ее. Я не уверена. Будем смотреть потом, разбираться. И вот такие ниточки мулины для вышивания носика и ротика. А, и вот этот тут посветлее для шнуровки на ботинках. Второй наборчик. Это набор, который входит в мех из вискозы из Германии. Так. Он идет уже в таком саквояжике. Здесь мы тоже видим опилки. Их немного меньше, на мой взгляд. И, наверное, это обусловлено тем, что вот этот набор идет в чемоданчики, потому что влезают. Потому что игрушка меньше по размерам, поэтому и опилок меньше. Тоже гранулы. И механизм. Основная ткань, вот мы уже сказали, что здесь идет ткань мех из вискозы. Он, кстати, такой более, такой, как сказать, более жесткий, что ли, нежели предыдущая игрушка. Такой более суховатый вот с этой стороны, наверное. Но мне нравится, что он такой прям как шерстка. Тот такой более плюшевый, а этот вот именно такой вот как шерсть. Очень красивого такого цвета, песочно-бежевого. Вот такой кусочек. Тоже он не толстый. Должно быть все хорошо на машинке прошить. Так. Для платьицы. Вот такая ткань. Я думаю, что это хлопок. Такой вот с краш-эффектом. Такой вот немножечко с эффектом мятости. Воздушный. И вот здесь вот две иголки в комплекте. Иголка одна потоньше, такая прям практически как будто для бисера. Другая потолще для шитья, видно. Ага. Тут прилип еще кусочек. Это, скорее всего, хлопок для внутренней части уха. Этот беленький. Это трикотаж. Я так думаю, что это кулирка хлопковая. Потому что, видите, загибаются края, характерно для кулирки. Это нужно для тюрбанчика вот этого. Еще нитки мулины. Вот я поняла, для чего нужна тонкая иголка. Для вышивки. Вот здесь вот у слоника на платье вышивка. Вот такая, видите? Веточка. И, наверное, нет, не для глазок. Да, это только для веточек. И, наверное, такой светлый для носика. Вот видите, тут тоже такие вот продолговатые вот такие вот стежки. Такие вот. Здесь у нас бисер крупный для глаз. Три специально, наверное, чтобы если вдруг потерялась одна, там закатилась куда. Также нитки тоже цвет меха, гамма. И последнее это вот такой вот значок хендмейт. Пока не знаю, куда он крепится, не видно на картинке. С вот такой вот пришивной кнопочкой. В комплекте идет еще инструкция и лекала. Это чемоданчик пустой. Тоже их можно вырезать, потому что они на белой бумаге. Ну, сзади ничего нет. И инструкция по пошиву, по изготовлению. С рисунками. И сейчас я хочу с вами сшить игрушку, чтобы убедиться, сложно это или просто. Справится ли человек, который, ну, вот одну игрушку сшил. И то не в этом стиле, а в скандинавском. Ну, и вам есть тоже интересный результат. То оставайтесь до конца этого видео. И также хочу рассказать о том, что на сайте Амиадола большой выбор различных наборов. В том числе теди коллекция, скандинавская коллекция, фетровые игрушки. Тематические фигурки. Также там на Рождество или на Пасху. Большой выбор различных игрушек и коллекций. С моим промокодом ДАШ у вас будет скидка на любой набор. 15% при покупке на официальном сайте. Обязательно переходите именно по ссылке внизу в описании. И только так будет действовать мой промокод. Итак, выбрали вот этот набор. Методом тыка. Будем сшить вот этого слоника. Немножко я стрессую, что у меня не получится. Но надо начать. Взяли, я пойду сейчас сполучу уже немножко ткань. Пройдусь паром. Ну, буквально чуть-чуть. И затем сразу будем кроить. Я думаю, что весь процесс я вам показывать полностью не буду. Потому что есть инструкция. И приобретая вы по инструкции, вполне справитесь с пошивом. Но какие-то вещи, какие-то части пошива я вам покажу. Достану, специально поставлю себе на стол фотографию, как все должно выглядеть. И пока утюг разогревается, можно вырезать лекало. Подготовила ткань к раскрою, то есть поутюжила ее. И также подготовила лекало, вырезала. Буду кроить сгиб основные детали из меха. Нужно здесь самое главное учитывать направление ворса. И все детали краются в направлении ворса. Также положила необходимые лекало на платье, ткань для платья, на повязку. И для внутренней стороны уха. Все детали такие хрупкие, маленькие. Нужно учитывать, что все детали без припусков идут. То есть нам еще нужно будет задать припуски. Продолжение следует... Я все выкрыла. Вот такие крохотные-крохотные деталички. Это самое крохотное. Это будет подошва ног, туловище. В общем, все-все. Это для подвязки. Это для платья. Все, хватило ткани. Кусочек остался такой трикотажа. Я его выкину, некуда девать. И вот такой вот остался кусочек хлопка. То есть еще кусочек прям остался. Вот. Все. Теперь можно приступать к сборке. Стачиваю все на 5 мм. Делаю все по инструкции. Пока что все очень, в принципе, понятно. Все детали я стачала. И еще сделала надсечки. И еще сделала дырочки для шунтов. Или как-то так они называются. Сейчас этап выворачивания. Кстати, не знаю, правильно ли я сделала дырочки. Надеюсь, что да. Написано, что нужно делать дырочки только на одной стороне детали. Ну, то есть на какой-то нижней, изнаночной, получается. Я все вывернула. И, честно говоря, сложнее всего было вывернуть голову. Которую мы сейчас будем набивать. Никогда ничего опилками не набивала. Мне кажется, это сейчас будет немного сложнее, чем я думаю. Сначала нужно набить хобот. Вот. Мне сначала просто хочется хотя бы немножечко засунуть этих опилок. Написано, что голову нужно набить очень плотно, чтобы она была как теннисный мячик. Так, считаю, это успех. Во-первых, я набила голову. Во-вторых, сделала глазки. На носу такие штучки. И вставила свой первый в жизни шунт. Интересно, что дальше. Все делаю по инструкции. У меня есть творческий бардак. Хочу вам показать, что у меня в итоге получилось. Я дошила игрушку и собираюсь на днях подарить ее своей племяннице Соне. У нее скоро день рождения. Ей исполняется 3 года. Это будет ее первая тедди-игрушка. Я подарю ее в этом же чемоданчике, поскольку у нее он очень нравится, с ним можно тоже так же играть. В паспорте я указала имя Соня и ее дату рождения. У меня получилась вот такая вот замечательная игрушка. Это моя первая игрушка от Эдди Коллекции, которую я шью. И вот, как видите, у меня все получилось. Она получилась очень такая тяжеленькая. У нее крутятся все ручки и все ножки. Единственное, что я забыла сшить рукавчик. Просто увидела ее очень поздно уже, когда уже все было готово. И решила оставить так, как есть. Здесь я сделала вышивку. Получилась очень небольшая и милая игрушка. Я считаю, что у меня все получилось. Но, несмотря на это, были сложности. Например, возникли сложности именно с креплением. Я забыла на одну из ручек надеть такую шайбочку красную. И уже начала закручивать прутья. И потом только вспомнила. Выпрямить до конца прутью мне не удалось. Поэтому мне пришлось мужа попросить, чтобы он сделал дырочку на шайбе побольше. И потом у меня все получилось. В остальном, конечно, работа была трудоемкая. В том плане, что очень ювелирная. Потому что игрушечка очень такая небольшая, хрупкая. Маленькая, имеется в виду. Но, на мой взгляд, у меня все получилось очень хорошо для первой игрушки. У меня осталось даже очень много опилок. Я думаю, что использую их в каком-то еще своем проекте. Также у меня осталась выкройка. Соответственно, после этого проекта я могу повторить такую игрушку. Еще осталось немного ткани, которая вот тут на платье используется. По моему промокоду вы получите целых 15% скидку на наборами Адола. Попробуйте сшить кому-то в подарок или подарить, например, набор. Ссылку я оставлю внизу в описании. Там же оставлю промокод. Переходите. Ну и всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok